Денис, приветствую тебя. В очередном видео фундаментальный технический анализ. Разбираем самые интересные ситуации, которые видим на финансовых рынках. Друзья, для того, чтобы у вас была дополнительная поддержка аналитическая, чтобы вы не оставались наедине с рынком. В общем, подталкиваем вас к принятию инвесторешений. Но, опять же, сейчас очень необычные времена. На площадках ходит все и ходит довольно интенсивно. То есть мы, может быть, и уверены в том, что рынок должен повести себя конкретным образом, исходя из техники фундамента. Но вы обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой ваших депозитов. Это очень важно. То есть риск-менеджмент, друзья, полностью на вас. Денис, ну что, у нас доллар продолжает оставаться главной движущей силой. Валют, причем переписывает даже не многомесячные, многолетние минимумы. Сейчас в моменте, одну секундочку, по индексу американской валюты у нас значение 9182. Мы много раз говорили о том, что этот актив нужно продавать. Опять же, цели обозначались в районе 92 пунктов. Мы сейчас все ниже и ниже. Американскую валюту вскидывают, потому что такую станок дал нам Федрезерв в лице Джерома Паула, поскольку американский регулятор полностью изменил подход к контролю инфляции. Инфляционное таргетирование, как бы в двух словах, как теоретическое вводное, означает то, что теперь регулятор не будет торопиться с ужесточением монетарной политики, даже в случае роста инфляции выше целевого значения 2%. Хотя целей в 2% уже как таковой не существует. Мы можем лишь гадать, предполагать, где же может находиться следующее целевое значение по инфляции. Я думаю, что это может даже в районе 3%. Но сейчас мы точно должны понимать, что дальнейшее восстановление индекса потребительских цен, что, в принципе, обязательно произойдет из-за тех мер экономического стимулирования, которым прибегал регулятор, не заставит центральный банк свернуть стропы сохранения сверхнизких процентных ставок. Поскольку мы все прекрасно понимаем, что если ставки будут держаться на таких минимальных значениях, уровнях доллар не сможет восстановить свои позиции, не сможет выбраться к тем уровням, на которых мы наблюдали его несколько месяцев назад, что-то должно случиться. Но я уверен, что до выборов, возможно, ничего и не произойдет. Поэтому тенденция остается прежней. Сегодня мы с Денисом решили вас порадовать, друзья, и сразу дать три рекомендации. Я думаю, что попав в точку по мажорам, евро по фунту, да еще и с пив золота, мы точно сможем удовлетворить потребности большинства, тех, кто следит за финансовыми рынками. Давай тогда к демонстрации экрана. Да, давай. Так, начнем мы с золота. Опять же, золото остается в уверенном восходящем тренде, дает периодически коррекцию, но эта коррекция не становится настолько выраженной, настолько мощной, многообещающей, с потенциалом, например, чтобы перерасти в новое медвежье ралли, что, в принципе, позиция не меняется. Поэтому по золоту, исходя из того, что я только что сказал, по доллару, безусловно, нужно ставить на дальнейший рост этого актива. Причем сейчас мы видим за последние, вот это четырехчасовой таймфрейм у меня, за последние три свечки, конечно же, золото очень сильно восстановилось, а после консолидации в районе 1960-1970, здесь вот как раз проходит еще и скользящий у меня. Друзья, если вы все еще ищете точку для входа, оптимальный уровень, откуда золото можно купить, хотя очень хочется верить, что среди вас меньшинство таких, и вы уже в длинных позициях, потому что рынок, отступив вот ранее в район 19, например, 19.00, он дал возможность зайти в эти долгосрочные сделки БАЙ. Сейчас, конечно же, это попытка как бы сесть в уходящий состав. Я не считаю, что она лишена смысла, учитывая то, что есть четкая уверенность, что золото будет расти. Ну вот, например, в качестве сделки я предлагаю поработать в расчете на коррекцию, если рынок уйдет по району, опять же, 1970-1970, оттуда уже купить через отложку БАЙ-лимит в расчете на Перихай. Перихай у нас находится на уровне 20-74, хотя я в длинных позициях по золоту очень давно, и моя цель – это рост золота выше 2300 долларов за унцию. Мне когда-то в свое время еще понравились целевые ожидания от JP Morgan и Citi, я их взял как бы в качестве флага, вот ориентируясь на эти значения. Пока ничего не изменится в отношении доллара, не нужно здесь действовать против тренда. Это золото дает возможность заработать на нем, фактически раздает деньги, и просто нужно их сейчас забирать через длинные позиции. Фунт против доллара. Британская валюта активно растет. Если я уж отметил цели от инвестбанков, Citi считает, что мы увидим 1,35 уже в сентябре. Я допускаю, что это может произойти через пару дней, учитывая то, что уже у нас максимум сегодняшнего дня – 1,3441. Вот по фунту конкретно я давать рекомендацию бы сейчас не хотел, учитывая, как активно мы выросли за последний день. Но если все-таки руки чешутся, друзья, и вам хочется хотя бы примерно иметь представление, откуда можно все-таки зайти в лонг, я предлагаю вот значение примерно на отметке 1,3330-1,3350 в этом геопазоне. То есть фактически нужно, чтобы рынок дал довольно неплохую коррекцию. Почти 80 пунктов. Но если это произойдет, считайте, что это подарок для тех, кто, опять же, профукал возможность закупиться риском на фоне слабости доллара раньше. Фунт растет, игнорирует тотально, полностью, абсолютно весь фундаментальный негатив, который есть, а он сейчас есть. Последняя инициатива от правительства повысить налоги, увеличить дополнительно до 30 миллиардов фунтов, чтобы взлатать все брежи в бюджете. Это еще и непонятно, как протекают переговоры по Брекзиту. Судя по тем новостям, с которыми я познакомился в последние дни, все-таки больше негативных моментов, которые позволяют говорить о том, что Брекзит и процесс переговоров буксуют. Но мы видим то, что фунту плевать вообще на этот негатив. Фунт работает только со своим конкурентом. Конкурент это доллар, доллар бескомпромиссно снижается, и здесь только одна дорога в рост. По европейской валюте сейчас вот обычно разбирают часовые, и даже четырехчасовые таймфреймы. Сегодня перешел на пяти минутку, потому что здесь прям очевидный, восходящий на пяти минутках, легко проследить тренд. И видно, как курс неплохо отрабатывает от скользящей средней. Вот для тех, кто хочет, опять же, зайти в ланги, и если вы этого, друзья, ранее еще не сделали, вот, например, уровень отложка бай, соответственно, лимит с уровня 1.19.60. Сегодня, по-моему, статистика даже уже прошла, хотя могу ошибаться. В целом, макроэкономический фон европейский на европейскую валюту, национальную европейскую, тоже никак не влияет. Не нужно сейчас сцепляться за какие-то релизы, мудрить там, как будет протекать восстановление европейской экономики. Здесь, собственно, по евро нужно работать так же, как и по любому другому рисковому инструменту. Если вас устраивает идея того, что доллар продолжит слабеть, европейскую валюту тоже нужно покупать. Тем более, что мы с Денисом, ну, я точно, я помню, в одной из последних идей анонсировал вам ланги по евро с целями 1.20 и даже выше. Вот сегодня мы вплотную подбирались к этому рубежу. Хай составил там 1.1996. И интенсивность, которая растет, главная валюта риска, европейская валюта, точно позволяет предположить, что ралли будет продолжаться. Я думаю, что на 1.20 мы даже не остановимся, а можем рвануть и в район отметки 1.21 и выше. Вот на эти значения как раз я предлагаю сейчас и ориентироваться. Денис, слово передаю тебе. Так, хорошо, слово взял. Как раз у себя сейчас евро просматривал. Ну что ж, раз уж про евро заговорил, тогда я подключусь. Значит, по поводу евро. На прошлом, как раз, обзоре я говорил о том, что по евро ожидал добой вниз, то есть там было немножко ниже. На тот момент отчерчена зона, она начиналась буквально с этого уровня, то есть в районе 1.1750. В цене, ну, сколько тут, 10 пунктов не хватило на самом деле, то есть совсем мизер добить до нижней зоны, с которой у меня были как раз приоритетно рассмотрены покупки. И с целью, самая ближайшая цель была 1.20. Я сейчас эту цель немного отодвинул. Дело в том, что на данный момент у нас, опять-таки применяя большой комплекс различного анализа, и с точки зрения опционов ожидания сейчас на самые ближайшие, это вот даже с учетом того, что премия будет отодвигаться, полуторная маржиналка находится. В общем, примерно 1.2050. Лимитку на продажу на самом деле поставил, но я поставил повыше, то есть прям за уровень стратегический, то есть стратегический уровень на 1.2090 находится, и я решил на 1.21, но мы там более-менее еще безопасно ставим. То есть это то, куда цена действительно может добить. То есть я бы сказал, что диапазон 1.2050 и 1.21 является максимально таким критическим, сильным. Но не забываем о том, что в эту пятницу у нас будет происходить экспирация месячных фичерсов, следовательно, объемы на них достаточно высокие. Сейчас цена очень мощно в колах находится в деньгах, и следовательно, маркет в идеале попытаться, чтобы не платить всем прибыль, потому что продавцом опционов выступает маркетмейкер, и, соответственно, чтобы хоть как-то свои убытки по именно опционным позициям минимизировать, то в идеале, конечно, до конца недели, где-то четверг-пятница, очень часто бывают в экспирационные моменты резкие обвалы, причем даже толком и без объемов. То есть это, в принципе, очень распространенное явление, и нечто подобное у нас как раз вот здесь происходило, то есть когда обвалили буквально особо без причин. Поэтому здесь, я думаю, то же самое провернуть, но до этого запросто будут расти. В общем, диапазон у меня получается на данный момент, но премия будет двигаться, поэтому я больше склоняюсь все-таки 1.20.50, 1.21 – это сильный разворотный диапазон по евро. А пока с текущих действительно рост, и я бы сказал, что самая ближайшая у нас зонка, откуда лучше покупать, в районе приблизительно 1.19.50 она находится. Здесь у нас текущий недельный ключевой профиль, здесь же зона покупателей внутренняя, часовая, и если к ней откорректируется, то с нее дальше выход вверх. Поэтому продавать сейчас я бы не советовал. Что касается фунта, картина абсолютно та же самая, ничего не поменялось. По нему еще с начала недели, то есть со вчерашнего дня, я ожидал движения в районе 1.35. Возможно, там немножко выше. Почему? Потому что дело в том, что на текущую неделю, до пятницы, текущий месячный контракт сентябрьский, опционный у нас, получается, что в границах рынка вообще на 1.38 находятся. Но так как контракт проэкспирируется, следующие все контракты у нас пониже, на порядок ниже. Поэтому закладывают уже, видимо, крупные рыночные участники риски в то, что британская валюта на протяжении сентября-октября как раз-таки будет корректироваться. Поэтому я бы предложил здесь в районе 1.35, 1.35,5 искать как раз возможность входа на продажу, потому что именно здесь находится самый большой такой вот огромный просто открытый интерес у больших рыночных участников. Поэтому я больше склонен полагать, что вот сюда именно добьют. Здесь же, кстати, контрольная маржинальная зонка находится от уточненного экстремума. И затем уже коррекция вот с двумя конкретными целями. А так до 1.35 текущих я, в принципе, полностью поддерживаю, что рост запросто может быть. Тем более, там сейчас по кумулятиве глянем. Ну, тем более, опять-таки, при росте у нас была вот несколько раз кумулятивная дельта отрицательная. И даже сегодня вот рост продолжили, кумулятива снова начала заходить в отрицательную зону. То есть, опять-таки, признак продолжения движения вверх. Поэтому по фунту я тоже заломил. А вот касательно золота, это самая, блин, обидная сделка, которая у меня вообще была на прошлой неделе. Дело в том, что по золоту я и для подписчиков закрытого канала давал, и публично тоже показывал. Классно была четко сделана схема. То есть, выход вверх, перекрытие прошлого локального сегмента, коррекция вниз в область маржинальной зоны. И затем выход вверх с самой ближайшей целью на 2015. Вторая цель – 2075. Я согласен, что потенциал здесь роста выше, чем максимум еще прошлого месяца уже, когда 7 августа был сформирован. Но что меня здесь смутило? Дело в том, что на 1920 были покупки. Тут цена откорректировалась в районе 1920. Вроде все красиво, все хорошо. Но на часовом графике, я сейчас даже этот момент покажу специально. На часовом графике была такая свеча с огромной тенью, с огромным вертикальным объемом. Чаще всего это означает у нас мощное кульминационное движение, причем реакция вниз тоже была сделана. Хоть и точные объемы поваливали здесь в большом количестве внизу, но очень часто действительно после таких кульминаций цена в процентах 80, реально в случае, не меньше, отваливается вниз, причем очень мощно. А в данном случае протолкнули выше. То есть здесь уже на руку было скорее больше манипулятивные моменты рынка. Они в принципе в последнее время достаточно часто проявляются. Поэтому меня лично это смутило. Я посчитал, что попытаются обновление минимума сделать, а потом уже только двинуть вверх. Поэтому на 1920 взял, блин, дурак, закрыл эту сделку. Сейчас бы она, конечно, приносила, ой, какую прекрасную прибыль, но бывает, будет опыт. Если перевел бы в безубыток, то в принципе ничего бы не произошло, все прекрасно было, ты сейчас вот высидел бы сумасшедшую просто прибыль как для буквально двух недель. Ну, имеем, что имеем. Поэтому этот момент меня смутил, но схему абсолютно не поменял. То есть движение вверх у нас лонговое, я с тобой на все 100% согласен. Если коррекция будет происходить, ну, ближайший диапазон бота у нас сформирован, то есть 1970-1960, то есть такая сильная область. Здесь же у нас и накопление дневное находится, недельное, точнее, самое сильное. И по опционным границам у нас вот заливки как раз на текущую опционную границу делаются. И вот еще вверху. То есть тут 12 тысяч, там сколько, 12 тысяч 118 с контрактов открытого интереса. Тут 11 тысяч 216. В общем, блин, хватает на самом деле. Так что как минимум вот это у нас самая ближайшая цель. Это 238 по опционам только. И плюс гораздо выше. 2300 пока не вижу здесь, не могу сказать. А вот дальняя граница 2155 есть. В общем, золото лонги, фунт до 1.35 лонги, потом только смотреть разворотку. И евро где-то до 1.25, 1.21 лонги и затем только уже смотреть разворотку. Такое мое скромное мнение. У тебя микрофон пропадает куда-то. Всем пока-пока. Удачи четверга. Субтитры сделал DimaTorzok